друзья приветствую вас на первом личном канале сегодня у нас в гостях очень интересный человек кай со своей историей я даже не буду сейчас пока что вопросы задавать наверное сразу к истории перейдем потом уже какие-то уточняющие вопросы кай тогда давай как бы смотри сам по структуре суть истории понял ну во первых всем приветствую всех приветствую вот большое спасибо еще раз агану хотя уже до этого сказал но на запись должен искать потому что он повлиял на мою жизнь я считаю вот по поводу истории получается камрады как это все было как я к этому пришел изначально у меня был такой доход как бы дома то есть я получается прокачивал аккаунты людям в играх вот есть сайт ну не будут называть как бы но если вы захотите этим заняться лишнюю копеечку по заработать там ничего такого прям не надо из себя знать любую игру в которой вы играете хоть танки хоть там самолете чего угодно там можно будет связаться хоть немного но можно вот когда началось сло соответственно я работал на европейцев потом то что что он выбился в более в люди в этой сфере вот мои все заработки они прекратились потому что пойпала сдох виза свифт и вся эта фигня сдохла я была такой пространственной неделю-две вот думал чё же мне дальше что делать потому что жил я на съемной квартире у меня был такой расчет то что вот если минимум составил то сколько стоит аренды квартиры коммуналка там еда то есть 21 22 тысяч соответственно как бы от этого я и отталкивался зарабатывал эту сумму и сколько получится сверху что просто ну прожить то есть идти на потрачку так как-то ну вообще нет потому что я работал в свое время немного и мне это очень понравилось вот изначально получается я интересовался страйкболом как бы вот немного милитари таким образом то есть я не был за патриотом или еще что в этом роде мне просто эстетически нравилось как вот выглядит снаряжение там как-то может по-разному его собирать ну как бы фильмы игры примерно меня молодое поколение понимает ну мне примерно 25 то есть не будем прям точных цифр называть достаточно молодой в принципе считаю вот и в один интересный день получается я мониторю надо обраховку страйкбольную ну там есть всякие всякое буш на вот это вот продаю и там интересное интересное предложение увидел поехал и человек мне предложил еще один общевойсковой жилет купить достаточно дешево но я думаю как бы пофиг куплю если что за столько же и продам это было получается в декабре потом едва ли он у меня весь валялся февраль уже вот как я с этим столкнулся я решил его продать потому что ну чё деньги нужны как бы непонятно что происходит я выставляю и к моему удивлению его очень очень быстро покупают у меня я понимаю то что есть какой-то спрос люди реально к чему-то готовятся что-то покупают вот и я давай короче их на авито искать покупал перепродавал покупал перепродавал так все спокойно и начиналось соответственно в городе таких людей было раз-два общался и я достаточно быстро выбился как сказать но не буду уж там себя так это выбился в общем наверно в тройку людей у которых всегда что то есть по этой теме вот народ вначале приходил такое более в общем это были гражданские обычно это были мужички лет за 40 которые ну честно говоря по виду были очень задроченные то есть это работники заводов что такое и вот они ну это мы в дальнейшем тоже расскажу про это они очень видимо настолько тревожиться за свою вот эту вот жизнь печальную на самом деле но судя по виду их лично каждого не знал что они реально приходили покупали бронежилеты думать но они вот реально думают что это как-то спасет то есть там чувак наверно может метров 500 даже уже пробежать не может достаточно быстро но покупать себе бронежилет ну жене обычно не брали как бы брали только один самый санит на мой берут или это мобики тому подберут раньше мобиков не было только война началась тогда когда народ закупался именно то есть боялись вот начале контингент был в общем такой потом мало-помалу я там взял друзей в долг под процент туда-сюда потому что надо расширяться надо что-то делать потому что я понимаю то что из-за вот этой херни откровенно да все как-то более-менее адекватные способ заработка пропали то есть есть два варианта либо продаешь чемоданы потому что люди сваливают либо продаешь бронежилет ну третий вариант продавать еду как бы но пятерочка магнит давно уже эту сферу заняла поэтому если хочешь заработать на чем-то другом у тебя ничего не выйдет то что рот ничего не интересует кроме вот этого если ты пойдешь на работу это будет очень глупая она до этого то было глупым действием сейчас еще более глупая потому что зарплата остались такие же цены поднялись все на панике но при этом работники даже работают чуть больше чем они должны были работать на тот момент потому что там непонятно был на самом деле плюс-минус приграничный регион поэтому такая вот история ну и получается дальше у нас еще было потихонечку но мне ассортимент расширялся ко мне стали заниматься всем грубо говоря на авито вот то есть ничего там сертистного не было ко мне начали обращаться вояки всякие вот что-то у меня покупать и когда впервые столкнулся с этим контингентом вот для меня эти люди ну они да это вот на самом деле для меня оказались такими достаточно угловатыми недалекими вот ну я с ними столкнулся вот первый вояки с которыми я работал вот они были ну плюс-минус адекватные вообще то есть там не было такого что прям уж совсем как эти модики это мы уже забегаем дальше то есть я с ними как-то торговал по первому общению я понял то что если ты себя какую-то роль вот такую не выстраиваешь такого же как они то тебе крайне трудно будет с ними общаться потому что хоть ему примерно столько же лет может чуть постарше но он считает что нужно жизнь прожил он как бы вообще вот просто в армии год был его настолько вот он настолько там преисполнился в своем сознании и понимании мира то просто как бы а ты просто червь вонючий который там ползает и что-то думает что он что-то знает то есть изначально как бы я всегда интеллигентно разговаривал на вы с незнакомыми людьми то есть ну я так привык просто ну как бы это не то что даже уважение это правильно так разговаривать очень быстро быстро я то что нужно переходить на ты с интересными словечками вот и как-то в принципе себя строить образ плюс-минус такого же типа иначе как бы у тебя сделки будут плохо проходить потому что ну в принципе могу понять как было ты такой достаточно странный человек покупаешь бронежилет и ты наверно хочешь купить примерно у такого же как и ты чтобы ты думаешь то что если ты такой крутой чел да то и он такой же крутой и как бы он разбирается в этом и броня реально год на самом деле я разбиралась ну потом спустя время ключ любого вояки раз в 10 наверно мне приходилось отыгрывать вот этого роль непонятного человека да что-то придумывать вычитывать всякие пармейские словечки все придумывать какой воинской части я служил это к слову я придумал то что я связист потому что очень них мало и обычный человек не разберется на самом деле чтобы связи сделать здесь на самом деле никто не делает что в армии ничего нету в армии там советские рации как я читал все это она реально так есть видео смотрел то есть что-то новое не выдают слову сам я не служил я активно кашу вот получается с 15 лет я пытался косить там но диспластические изменения шейном отделе вся фигня короче у меня так ничего не вышло я ободался с ними очень много времени просто там на них забил вот когда я не особо знал вот я просто решил забить как бы и жить там не по месту прописки все такое то есть как бы чтобы ко мне просто не пришли то здесь сам не попадешься тебе никто и не придет но раньше как было ну вот эти он получается дальше это все истории со временем стали появляться постоянные клиенты я уже образ плюс-минус настроил вот когда началась мобилизация получается вот первые дни никто не ожидал вот и резко наверно все не выросла прям капец то есть раньше бронежилет с плитами которые стоил в москве там условно 35000 да он в москве стал стоить 150 и настолько вот эта паника была настолько люди вот прям цепляли за свою жизнь да вот в их умах то есть все начинается апокалипсис и только бронежилет его может спасти то есть не куда-то уехать ничего нет он будет сидеть бронежилете в москве какой-нибудь там хрущевке коммуналке да и вот на последние деньги трястись просто ведь я крутой как бы я точно выживу все я тут сейчас как рэмбо будет то есть люди реально приезжали с москвы по всей москве вообще считай ничего не было то есть в регионах тоже было пусто то есть видимо народу согнали столько этот согнанный народ рассказал родственникам и этот весь вот это огромное согнанное стадо еще умножилось на 3 потому что разобрали вообще все что было до самого дырявого подсумка наверно вообще ничего не осталось вот это вся в ханале наверное продолжалось в районе месяца полтора потом она постепенно начала стухать честно за эти полтора месяца я наверное был готов повеситься уже потому что я спал часов по пять я с утра просыпаюсь меня 20 пропущенных мне просто над стопом рабочий телефон звонит я засыпаю в три в четыре ночи и мне все название будет уже ничего в наличии нету они все он звонит короче это было очень весело но денег это да в принципе нормально заработал как бы я старался держать грань слишком уж тоже не наглеть потому что я понимаю то что вся эта тема такая достаточно мутная то есть если сейчас будешь наглеть там также по 150 продавать то тебя либо вот эти вояки там ну я так думаю вначале что они как бы могут знаешь как бы там свои за своих как-то то есть могут поднасрать в общем либо мной просто налоговая заинтересуется вот поэтому я их там по 100 продавал что такое ну за тот месяц я нормально так заработал то есть не прям конечно облачные деньги да ну для месяца это прям было очень хорошо вот получается потом я узнал буквально через месяц после мобилизации то что у меня все же активные граждане написали донос обо мне написали в новостях то ли 5 то ли 6 каких-то агентств то есть там обо мне еще каких-то двух типах уже было то что вот изменений и родины хотя опять я даже есть на то что тоже не в россии родился как бы не вот этот изменник я ни в чем не клялся поэтому как бы ну как правильно ты говоришь то есть я просто зарабатывал помогаю себе и людям вот людям надо и мне надо тоже нет обо мне написали то что я вот такие как таких земля но есть так ну вот это все короче я почитал посмеялся думает все качестве что а вот то что заява там куда-то написано это конечно хреново если все вот это было без заявы я согласился полностью пущем ряд как хотят их воля они платят за банкет ну как хотят его пусть так выстраивают вот получается дальше что было ну потихонечку связи какими-то обрастал вот этими всеми клиенты поставили начали появляться сейчас я буду небольшие истории вспоминать интересные да просто если про эту систему еще мусолить там как грубо говоря было по хронологии это будет не так интересно если вспоминать истории тех людей с которыми я встречался вот это будет реально интересно это прям такой трэш-трэш-шоу ну ты и ага наверно играешь какие-то игры да то есть знаешь что ну им стрелял и допустим есть там но я слышал танки играл вот есть твой танк взрывается и можешь возродиться и заново поехать да вот мобилизованные никто были примерно с таким же мышлением они ко мне приходили играли мне самый дешевый бронежилет вот прям самый дешевый чтобы он хотя бы один патрон выдержал одну пуль изменились вот я потому что он комки пью с него все сниму типа хуже моего уже не будет это настолько гениальные люди были я просто них смотрел говорю ну типа говорю вопрос как бы ну 20000 что-то уже цены упали при купе нормально как бы не мое дело конечно да но серьезно вы да 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 я вообще шлёг там поеду как будто эти все ваши бронежилеты хрень полный о точно я вспомнил еще истории изначально ну может камрады знают потом интересуются именно снаряги там нет больше статистически нравилось бегать в этом убивать кого-то никогда у меня мысли каких не было вот изначально в общем есть такое чудесное навесное устройство называется напашник чтобы когда осколки летают чтобы яички и артерии не задел его чтобы все самое ценное осталось вот поначалу короче сколько раз я предлагал воякам купить напашник потому что ладно хрен с ним с яйцами там вены просто есть под ногами и как бы еще прилетит будет очень неприятно и хрен остановит ну получается как бы я предлагал напашники чтобы люди покупали потому что для меня дополнительная прибыль ну и как бы ко мне нам потом претензий меньше будет если что-то будет опять если там что-то человек прилетит у насчет какие-то претензии значит советовали еще что-нибудь вот не брали вообще как были на кой хрен мне нужен как бы вот там ничего такого нет у меня там стальные ну короче шутили все как могли вот там столько шуток я про это услышал ну дело твое говорю я как было тут сижу ты там едешь твои проблемы вот видимо когда первые партии людей так сказать ну не вазоктомия вот это вот ну ты понял прошло все резко пошел спрос чуть даже доходил до того то что бронежилет не покупали чисто напашник на веревочке брали это вот просто гениально было настолько они стали переживать за свою приезжали жены их купали одну то есть человек уже на фронте жены приезжают вот мне нужно мужу самое драгоценно защитить это то просто каждая встреча этого ха ха можно было падать вот потом вторая история получается ко мне как-то приехала это был уже конец мобилизации приехала кровь целая семья какого-то чувака с бывшим афганцем то есть там целый консилиум крочек 5 было то есть мать там бабушка и еще каких-то ты кренделя так не понял кто это к этому надо сыночку собрать вот мы не там назвали что например написала им все вынес вот этот бывший тип афганец такой краска да нахрен она ему нужна перчатки он обычно строительные возьмет разгрузка да у него вот карманы есть там он и чечень там ему выдадут вот это ну дошло до такого маразма что они взяли только перчатки из всего игру ну дело ваше говорю претензии ко мне предъявлять игры никакие не надо мне абсолютно были насрать вот вы сказали я вынес разбирайтесь что вам надо что не надо все претензии ко мне были то что на кой черт я вообще вынес но тоже это люди узнаешь интенгент был никогда не знаешь кого ты встретишь поэтому я назначал встречу напротив своего дома и вначале в окошко смотрел кто там пришел примерно оценив ситуации потому что ебанутых это просто это ужас на самом деле потом была такая тоже трештовая история приходил ко мне мужик короче ему наверно лет пятьдесят пять может шестьдесят как так он сохранился в принципе неплохо то есть он такой высокий ну и плюс-минус очевидно что еще живой плане физического ну это вот самое начало рассказываю это где-то история длилась на месяцев пять плюс-минус у меня был постоянным клиентом вот что-то первый раз у меня брал ну там что-то слово застало что там на фронте короче ну в принципе не обстановка тоже надо понять то есть есть как это как спецагент какой-то всегда был то есть тоже интересно все было получается ну мы принципе разговорились немного так познакомились контактами обменялись это у меня короче два сына вот я их там воспитываю там патриотами вот они оба туда поехали в аптеку типа поехал покупатель для аптечек какую-то хрень в общем первая история была то то что ему продавщица в арктике сказала как бы может она вам не надо на какой черт вы туда вообще едете вы смысле не надо то есть там выйдем за россию блять я говорю да 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 правильно и так сказал думаю в голове я думаю просто уже просто уже там вообще ничего не осталось мало то что двух сыновей превратил хрен пойми кого так туда отправил так еще и продавщицу будет единственная женщина в этом городе кто ему нормально ответить вот следующая встреча короче с ним была такая то что получается с ним видимо при штурме на какую-то мину напоролся ему ногу по колено оторвало и он в реанимации даже вот видишь как смешно прошло полтора месяца вот вначале он смеялся а теперь он уже просто стал за выражение извиняюсь ебанутым год ведь все сейчас я соберусь там пойду всем этим укропом раздавать там все потом короче ну меня честно ряде купил видимо денег не хватило вещи что-то я хрен знаю там подготавливалась еще там короче он ко мне приезжает когда остаток снаряди покупатель это у меня короче младшего сына убили а тот короче остался без ноги он все я выезжаю всеми докупил короче поехал и пропал вот опять не знаю была у него жена или не было но я не знаю кем надо быть чтобы двух сыновей отправить на просто беспонтовую войну то есть не самое начало конфликта было тоже было где-то середина после мобилизации как бы всем отдельно все ясно уже было вот кстати по поводу вот этого всего тоже сначала немного упустил в один момент короче для меня мир короче каким-то стал просто откровенно шизанутом то есть я это называл так то что до этого я жил в черно-белом мире в черно-белый дур и в принципе не вглядывалось то есть ну люди все немного с прибабахом да ну и бог с ним как без ними не общаюсь у меня там есть супруг друзей вот и с ними общаюсь а остальные люди как бы но это чисто рода сервис то есть я пришел в пятерочку там до купил продуктов ушел я там душа продавщица не лезут там на улице вот так тоже как бы он не выделяется вот честно скажу буквально следующий день дурка ну посначала всего этого дурка расцвела дурка стала цветная я увидел фиолетовых психов желтых красных оранжевых кто куда кто в какую сторону это просто ты смотришь что у меня просто было отвал мозга честно я как бы с родственниками всегда был так на очень натянутых отношениях как бы да они были сюда за путина я был как бы ну не тут не сколько за навального сколько просто за перемену уже как бы я хотел на митинге у нас постоянно вечно с этим ссоры были вот ну как бы я переехал за полгода за год до этого поэтому как как я переехал и гиперопека резко сменилась на то что как бы ну не никто не звонил год вообще звонит мирос короче как-то относится к этому всем поедешь или нет совсем что любыми делать в гору больше нечего ведь все можно больше не свои круто как бы год не звонил говорю вы сами позвонили до свидания все как бы ну часто такой маразм был вот это все видеть или как люди в нищете и так у них они хрена нету жизни так ну как бы не сахар они лезут в эту хрень непонятно абсолютно бесцельную и ну просто себя съедаю вот но потом уже до принципе стало понятно то что вот и все это объединил как по черной мессе в принципе когда вот составом свои места плюс минус потому что чем-то адекватным это назвать нельзя чем-то именно как недавно было то что там дурачок просто в разные входы пытается выйти рано или поздно он войдет тоже нельзя это во первых какое-то скотинивание население целенаправленное а второе это еще дополнительное что-то потому что за все время вот этого конфликта групп кария до этого участку от путешествовал походы выходил на фестивале ездил после этого всего как бы я где-то год полтора дома отсидел просто да вот работа там деньги надо было зарабатывать пройдет нам зарабатывать на светлое будущее чтобы интерес пожить можно было вот и могу так сказать то что я не знаю пропаганда вроде настолько тупорылая но я настолько много что на всем просачивается как-то в мозги и временами это вот ну тоже придурь такая я думаю то что люди в комментариях тоже напишут скорее всего то что так было у всех просто все увидите что мир ёбнулся в первый день а потом душ на протяжении всего этого времени до мобилизации какая-то такая штука лезла типа ну жизнь настолько в принципе не скучно и не интересно что в принципе да то есть из разряда может а может поехать в такое приключение то есть не за денег не за ненависть то есть без разницы если я был бы на стороне на стороне украинцев как бы я русских мочу на русские вот этих орков больше кашла не мочил бы чем наоборот но именно пытаюсь сказать сам факт того то что человеку который об этом как бы не думал вообще в принципе она вот нафиг она не надо лезет примерно такая же мысль как с отношениями вот кому-то да слава богу меня такого нет у меня было вот с этой фигней что может а может все же приключения все устроить как-то ну весело делать все нечего жизнь еще не стоит такое дерьмо вокруг как может все же скататься вот абсолютно дебильная мысль она проскакивала знаешь временами и я начал вести что-то по типу ну блокнота книги то есть я свои мысли записывал когда у меня все это происходило ну последнюю мысль я может потом вне записи тебе прочитаю скажешь примерно как там как думаешь на полу но вот когда началась мобилизация написал последнее последнее свое мнение об этом все свои мысли на бумагу высказал и все большими это мысли не трогал то есть после мобилизация до конца мозг отрезвился видимо потому что честно я не могу это никак объяснить потому что реально придять на жизнь никогда не стоил ни 200 ни 400 не миллион то же самое что тебя спросите по за сколько ты сделаешь суицид допустим да это абсолютно бредово то есть какую цифру не подставь ты будешь уже мертвы тебя будет без разницы нужно получить даже если бродиннику из логически это не обосновывается реально вот что-то такое будто какую-то вышку поставили не буду конечно в теории заговора сдаваться как будто вышку поставили на просто силе и кровавный короче типа того как бы очень смешно но и очень грустно самом деле я думаю точнее я не один кто с этим всем столкнулся потому что так я принципе смотрю читаю как бы у вас в ну а вы свой примерно у всех одинаково все было к сожалению вот то есть что-то это интересно деля